Сегодня мы поговорим о людях, которые управляли страной в эпоху Эда. В этот период страной управляли последовательно 15 сёкунов из династии Токугава. Деятельность первого из них, Токугава и Ясу, мы уже достаточно подробно рассмотрели, что касается его преемников, то среди них были как его прямые потомки, так и представители боковых ветвей рода. Некоторые из них были людьми весьма одаренными и отличались государственной мудростью, но были те, кто не обладал административными навыками, особенно теми, которые были необходимы для управления целым государством. Итак, второй сёкун после Токугава и Ясу сёкуном стал его сын Токугава Хидетада. Формально он правил страной с 1605 по 1623 год, но в течение первых лет он был как бы соправителем отца, а затем фактически оставался у власти до 1632 года, являясь соправителем уже своего сына. С именем Хидетада связано установление и укрепление всех политико-административных институтов Сюгуната, усиление контроля над Даймё, над Императорским домом и реорганизация всех административных органов. Хидетада упорядочил систему военной службы, причем не только внутри Бакфу, но и в других княжествах. В области внешних сношений он ограничил торговлю с голландцами и англичанами портом Нагасаки и островом Хирада и усилил контроль за внешней торговлей, подчинив ее непосредственно Бакфу. Кроме того, были приняты новые указы против европейских миссионеров. Другими словами, были сделаны первые шаги к изоляции страны. Хидетада, как и его отец, при жизни отказался от поста Сюгуну в пользу своего сына Имицу, но фактически, как уже было сказано, оставался его соправителем до конца своих дней. Умер он 24 января 1632 года. Следующим сёгуном из династии Токугава стал Токугава Имицу, сын Хидетада. Мы уже упоминали, что он сумел стать сёгуном благодаря решению деда, который закрепил право наследования за самым старшим сыном в семье. Поэтому всю свою жизнь Токугава Имицу был чрезвычайно благодарен своему деду и делал немало усилий по сакрализации его власти. Время правления Имицу было отмечено политической стабильностью. Это, правда, не означает, что в стране совсем было спокойно и отсутствовали недовольные. Поскольку Имицу провел ряд административных реформ, которые, с одной стороны, укрепляли сёгунскую власть, но, с другой стороны, ослабляли отдельные княжества. Он ужесточил дисциплину в военных домах, усилил контроль над даймё. При нём в 1634 году окончательно оформилась система заложничества Санкин-Катай. При Имицу также был принят дворянский кодекс Щёщихатто, который регламентировал нормы поведения и правила наследования в отдельных княжеских домах. То есть принимается такой некий единый кодекс, который распространяет свои правила не только на Бакфу, но и на другие княжества. Действенным рычагом его политики стало перемещение даймё. Что это означало? Это означало, что у даймё время от времени, особенно тех, которые не проявляли особой лояльности центральной власти, могла изыматься земля, но для того, чтобы предотвратить недовольство, им давался другой надел земли в другой части Японии. Кроме того, Имицу старался по возможности уменьшить владение тадзама даймё, особенно в тех районах Японии, где дом Токугава имел слабые позиции. Это север и запад острова Ханчу, острова Щкуку и Кющу. За счет таких манипуляций он увеличивал владение самих токугава и увеличивал владение лояльных дома токугава Фудая даймё. После Имицу во второй половине 17 века конфискации владений тадзама даймё стали проводиться все реже, а в XVIII веке лишь в единичных случаях. После крупного семабарского восстания, имевшего в том числе и христианскую подоплёку, в стране усилились гонения на христиан. После чего Имицу последовательно издает целую серию указов, ограничивающих общение Японии с другими странами. В 1624 году вводится запресс на въезд в страну испанских торговцев, в 1630 году на ввоз в страну европейских книг, в 1639 году теперь запрещено въезжать в страну португальцев, и отныне ограниченную торговлю с Японией могут везти только китайцы и голландцы. Причём и те, и другие только через порт Нагасаки, находящийся на южной оконечности Японии на острове Кёсио. Токугава Имицу умер внезапно, и в стране началось замешательство. Этим воспользовались сиронины, самураи, лишившиеся своих сизуренов и следовательно средств существования. Они замышляли убить нового Сёгуна, похитить императора и заставить последнего сдать указ о наказании Токугава и упразднении Сегуната. Заговорчики надеялись, что в стране вновь наступит хаос, начнётся междоусобная война, и ронины в ней смогут найти себе применение, поскольку война была их основной профессией. Однако Бакфу удалось вовремя распознать и погасить заговор. Старшему сыну Имицу Яйцюна к моменту смерти отца было 10 лет. Он был слабым и болезненным ребёнком, поэтому ему помогали люди из окружения отца, на которых он во всём полагался, даже когда повзрослел, поскольку часто болел, и фактически он являлся номинальным правителем. Всеми делами сёгунской администрации заправлял Родзю, старший государственный советник, которым долгое время являлся Сакай Тадыкиё. Годы правления Ийцюна пришли с так называемый переходный период, когда в положении сёгуната начали проявляться негативные тенденции. Если при первых трёх сёгунах финансовое положение страны было благополучным, то именно при Ийцюне нарушилось равновесие между доходами и расходами центрального правительства. Умер Ийцюна 8 мая 1680 года, не оставив после себя прямого наследника. После смерти Ийцюна его преемником стал младший брат Цуна Йоши. За свой эксцентричный характер и ряд непопулярных мер он заслужил весьма нелестные оценки своих современников. А за свою чрезмерную любовь к животным, особенно к собакам, права которых он всячески пытался защищать, он получил прозвище собачий сёгуна. В период его правления в Японии случилось много стихийных бедствий. Пожары, землетрясения, голод и даже извержения вулкана Фуччи. На ликвизацию последствий всех этих катаклизм требовались дополнительные расходы. Кроме того, сам Цуна Йоши тратил огромные средства на различные придворные увеселения, на постройку храмов, а также был лично безрассудно расточителем. В результате Сюгн постоянно испытывал денежные затруднения. Когда ему особенно были нужны деньги, он решал эту проблему весьма интересно. Нередко он просто производил конфискацию имущества какого-нибудь богатого купца, обвинив того, например, в расточительстве. Еще одним средством, к которому он прибегал не менее часто, была так называемая порча монет. Что представляла собой порча монет? Дело в том, что в монетах уменьшалось содержание в них драгоценных металлов, золота или серебра, что, с одной стороны, приводило к увеличению количества денег, но одновременному падению их стоимости. В результате инфляция росла еще больше, цены на многие товары первой необходимости росли, что вызывало недовольство больших слоев населения. Время правления Цюнающи совпало с годами Генроку, периодом расцвета городской культуры. Сам Щугун считал себя покровителем искусства и литературы и нередко любил выступать в качестве актера. Вообще, конец 17-го, начало 17-го века был периодом неспокойным. Но воин в Японии не было. Напротив, шел активный процесс освоения новых полей, роспосевов хлопчатника, особенно в окрестностях Осака, развитие товарной экономики, что вело к еще большему социальному расслоению. В политической жизни все больше утверждались конфуцианские морально-этические нормы, страна преодолела столетний рубеж мирной жизни и система управления государством становилась все более гражданской. Цюнающи привлекал способных людей, из купцов, правительственный аппарат. При этом он нередко жаловал им самурайские звания, что вызывало огромное недовольство потомственных даймио.